Что касается строительства отношений между Россией и Европой, я уже отвечал вашему польскому коллеге на это, мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских, в том числе российско-немецких отношений. Мы не вводили в отношения европейских стран, в том числе и Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали, это ответили на рестрикции, введенные в отношения российской экономики. Но мы с удовольствием пойдем на все отмены, хотя сельхозпроизводители нас призывают этого не делать, российские сельхозпроизводители, в том случае, если наши партнеры, в том числе европейские партнеры, отменят антироссийские санкции. Что произошло? Давайте объективно посмотрим на то, что произошло, что привело нас к такому состоянию. Сначала наши американские друзья и европейские выступили гарантами соглашения между президентом Януковичем и оппозицией. На следующий день все было нарушено, была захвачена власть. Вместо того, чтобы осудить антиконституционный переворот и призвать к исполнению договора, под которым стоят подписи министров иностранных дел трех европейских государств – Франции, Германии и Польши – вместо этого поддержали этот антиконституционный переворот. Это привело к тому, что граждане, проживавшие на институте Крыма, захотели высоединиться с Россией, к утрате Крыма для Украины, и привело к известным печальным, трагическим, кровавым событиям на Донбассе. А что было положено в основу вот такого развития событий? Удивительно, в основе этой всей трагедии лежит невозможность согласования позиций по присоединению Украины к чему? К договору об ассоциации с Евросоюзом. Но разве можно вот такие вопросы чисто экономического характера переводить вот в такую плоскость и доводить до таких трагедий? Мы, что ли, были инициаторами этого развития событий? Да нет, конечно. Мы годами просили с нами согласовать определенные параметры этого соглашения. И господин Леонкович в конечном итоге сказал, что я хочу присоединиться к этому соглашению, но мне нужно только подумать над условиями присоединения, согласовать это дополнительно внутри своего правительства и поговорить с Россией, поскольку нас связывают очень близкие экономические отношения. Нам рынок российский нужен, у нас большой уровень кооперации. Ответ наших европейских партнеров – нет. Результат известен. Но разве так можно? Поэтому мы не считаем себя виноватыми в том, что все это произошло. Не мы были инициаторами. Кстати говоря, что дальше происходило и что происходит? После того, как госперевод совершили, под предлогом присоединения к этому договору об ассоциации, тут же отложили это присоединение. Но тут же, прямо, сделали именно то, что Янукович предлагал сделать. Тянули там целый год или больше. Потом написали, что приняли там решение о ретификации. И, по сути, опять отложили. А что сейчас происходит? Прошел референдум в Голландии, теперь Европа не хочет это имплементировать. Но вообще просто даже не знаю, как это квалифицировать. Теперь мы говорим о безвыздном режиме для граждан Украины. Но и то под большим вопросом. А если будет, то в усеченном виде и поставит иммигрантов из, совершенно очевидно, трудовых иммигрантов из Украины в Европе в совершенно неподобаемое положение. А не лучше ли было вот это все делать вместе, спокойно, без рывков, договариваться о совместной работе? Вот мы настроены на такое строительство отношений между Россией и Европой. На совместные решения, задачи, которые перед нами стоят. Одна из них, это, безусловно, задача борьбы с террором. Мы соболезнуем семьям погибших в Берлине людей. И желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Но я много раз об этом говорил. Еще с трибуны Организации Объединенных Наций на 70-летие выступал. Сказал, что эффективно работать можно против этой угрозы, только объединяя усилия. Но как же мы можем объединять усилия, если санкции в отношении нас ввели, а мы ответные меры? Если по то или другому направлению сотрудничество все сворачивается? Если, допустим, британские коллеги свернули отношения с ФСБ совершенно. Ну как можно говорить об эффективной работе на антитеррористическом треке? Да никак. Результат пропускаем удары. Тяжелый и чувствительный. Очень надеюсь на то, что все это будет восстановлено. Продолжение следует...